Евгений Плющенко Евгений Плющенко Евгений Плющенко Евгений Плющенко КОНЕЦ В 2004 году исполнилось 10 лет с того момента, когда он впервые приехал в Санкт-Петербург. Евгений Плющенко. Всего 10 лет назад этого человека не знал никто. А сегодня петербуржец Плющенко – один из самых знаменитых спортсменов мира. История Евгения Плющенко началась на знаменитом БАМе – Байкало-Амурской магистрали. 3 ноября 1982 года в семье строителей БАМа родился сын. Вес 2 900, рост 57, в 9 месяцев мальчик пошел, в год заговорил, в полтора года Женя заболел воспалением легких. И с тех пор стал так часто болеть, что родители вынуждены были уехать из холодной Сибири. Они вернулись в Волгоград и решили отдать ребенка в спорт, чтобы он закалялся. Я помню, я стоял за сеткой, хоккейной сеткой, смотрел на детей, которые катались, уже взрослые дети. Вот такие довольно-таки были 10-11 лет. И у них что-то получалось, уже прыгали они. И я маме сказал, что я хочу кататься, я хочу это. Я сказал, я хочу это. И мы подошли к тренеру, и она сказала, что я эту девочку возьму. Меня называли девочкой, потому что у меня были длинные волосы. Вот. И на что я всегда обижался. Я не девочка, я мальчик. Это самая дорогая пленка в домашней коллекции видео мамы Евгения Плющенко Татьяны Васильевны. На этих кадрах Жени нет еще и 10 лет. Он-то попал в такую группу, где дети уже что-то умели. Уже где-то по году, по полтора занимались. А он даже стоять не мог. Он падал постоянно, плакал, полз на карачках, как говорится, до бортика. Я выходил со льда и говорил, мама, они надо мной смеются. А я говорю, сынок, а ты работай, старайся, и все у тебя получится. Натура уже была тогда, характер был. Серьезный парнишка, любимец и надежда спортивной школы, а в будущем, возможно, и всей страны. Пока Жене Плющенко только 10 лет. На отборочных соревнованиях российского первенства занял восьмое место. Но надо отметить, что выступал он среди 17-летних юношей. А в январе 93-го Женя оправдал лучшие надежды своих учителей, став обладателем главного приза на молодежных российских соревнованиях «Хрустальный конек». Впрочем, карьера юного перспективного фигуриста Плющенко в самом начале могла оборваться. И не один раз. Впервые, когда Жене было 10 лет и по очень взрослой причине. Конфликт тренера и ученика. Федерация фигурного катания мне дали коньки, ботинки, Джон Вилсон и Вифа. Тоже хорошие ботинки, но они очень жесткие были. И я не мог кататься. И Михаил Александрович сказал, что так, давай прыгай. Там аксель, не знаю, двойной аксель. Он кричал, там, не знаю, ругал, потому что у меня ничего не получалось, естественно, на новых ботинках. Я после тренировки снял ботинки, принес ему эти ботинки на стол и сказал, что я больше кататься не буду. Но он неделю не ходил, правда. Маковеев звонил, он извинялся, он ждал его, он просил. Ну, он не хотел идти, но все-таки потом он, я его убедила, говорю, Женя, ну ты подумай, давай поедем к тренеру и поговоришь с ним. Ну, правда, он поехал, все-таки решился, и Маковеев звонил, приехал, тот его обнял, соскучился страшно. А Женя, видимо, этого не хватало, он рвался на лед, спорт для него был просто, это все. Вся жизнь была. Второй раз, и это уже очень серьезно, карьера Евгения Плющенко могла оборваться, когда ему исполнилось 11. Потому что единственную в Волгограде школу фигурного катания закрывают. Мы собрались с родителями, мы сидели за столом, и я сказал, что мне нужно уезжать. Мне нужно уезжать в любой город, где есть фигурное катание. И на следующий день буквально звонок от моего тренера, от Михаила Александровича Маковеева, он говорит, что нас приглашают в Москва, либо Питер. Он на следующий день звонит и говорит, Маковеев, все, мы уже решили, едем в Санкт-Петербург к Алексею Николаевичу Мишу. 1994 год. Это год триумфа тренера Алексея Николаевича Мишина. Его ученик Алексей Урманов в феврале 1994 года становится олимпийским чемпионом. Ну а вскоре, в мае 1994-го в Петербург приезжает 11-летний Женя Плющенко. Приезжает один, без родителей, только с тренером. Я первый раз не услышал о Жене. Я первый раз его увидел. И был такой маленький, тоненький, стройненький червячочек. Но что-то в нем было. Что-то в нем было. Вот глаз тренера видел в нем что-то. Ну и вот сказали, что какой-то мальчик способный. Привезли мальчика способного. Ну, привезли. Давайте, оставайтесь. Съемки того же 1994-го года. Евгений Плющенко на льду дворца спорта «Юбилейный». Тренируется он в компании звезд. Урманов, Ягудин, Татауров, Новосельцев. Плющенко в группе самый молодой. Правильнее даже сказать так. Женя самый маленький. Конечно, я им уделял внимание, но он не был тогда персоной первой величины. Но вот, находясь в таком окружении, мне кажется, что он прошел, во-первых, школу высокого спортивного мастерства. Он прошел школу такой вот целеустремленности и заряженности, которую имеют действительно олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Так. Но с другой стороны, он прошел очень тяжелый и сложный путь, когда его эти же чемпионы мира, и они его не воспринимали. Они ему давали щелбаны, они с ним обращались очень сурово. И он прошел не только такую школу спортивной жизни, но еще такую, я бы сказал, спортивную дедовщину. КОНЕЦ 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 Насколько я помню Женьки, он такой был маленький, такой худенький, такой как птенчик. И очень гибкий. Я этим всем удивляла в своей гиперске, как бы до сих пор делать свой бельман, что мальчик для мальчика это удивительно. И как бы в этом все отличались, как бы сразу. О, это Женя Плющенко, которая гнется во все стороны. О, это Женя Плющенко, которая гнется во все стороны. Я начал курить, там, пить, не знаю, я попробовал все. Я попробовал все, потому что не было родителей. И это, это тоже хочу сказать спасибо, что я познал это раньше, рано. И после соревнований тоже, там, не знаю, нарешаешь режим, там, то, сюда. Но сейчас, вот, на сегодняшний день я полностью вообще поменялся, полностью. И последнее время даже не употребляю бутылку пива. И хочу сказать, что мне это стало лучше. Когда приехала мальчик, я увидела бутылку пива. Мама, у меня было 12 лет, и я сказала, и мама сказала, что вот, ты понимаешь, очень трудная, сейчас трудная вообще жизнь, и я понимаю, что отец наш работает в Волгограде один, нам не хватает денег, давай поедем в Волгоград. Я сказал, да, что я все понимаю, надо уезжать в Волгоград. Ну, и звоним, естественно, Мишину. Нам вот уезжать завтра, мы звоним мы. Алексей Николаевич, конечно, был в шоке. Приехал, вызвал Женю, не зашел в комнату. Вызвал Женю и говорит, что ты делаешь, что ты слушаешь маму. Ты должен тренироваться, ты спортсмен. Он потом мне сказал, вы зря это делаете, вы губите мальчику жизнь. Я просто маме сказал, вы знаете, мам, вы делаете ошибку. Выезжай в Волгоград, все трудно, очень трудная жизнь, все сложно, но вы делаете ошибку. Она поверила, и, наверное, это было очень существенным, потому что моментом его спортивной биографии, потому что если бы тот момент уехал, ну, просто мировое фигурное катание просто бы не было знакомо с фамилией Евгений Плющенко. Он зашел потом и говорит, ты знаешь, мам, ты поезжай к папе. А я, говорит, останусь здесь, я не смогу без спорта. Я уехала, я уехала, он меня провожал, бежал за поездом, кричал, я ревела. Сегодня мама Евгения Плющенко очень не любит вспоминать те годы, уж слишком тяжелые воспоминания. Татьяна Васильевна вынуждена была разрываться между двумя городами, между Волгоградом, где жили муж и дочь, и Санкт-Петербургом, где тренировался Женя. А единственным источником дохода в те годы была зарплата Жениного отца. Зарплата более чем скромная. Мы ходили с мамой, что я вообще стеснялся раньше, потому что я не мог посмотреть на людей, которые... Меня, естественно, никто не знал тогда. Мне было там 12-13 лет. Когда собирали бутылки, то я говорил, мам, ты посиди здесь на скамеечке, а я пойду там соберу. И вот когда там люди выпивали, я знаю, пиво, по-моему, вот я собирал эти бутылки в пакетик, все. И там 4-5 бутылок мы собирали и там покупали батон, например, там. Что-то еще. То есть, ну, трудно было, трудно. Люди говорили, что вот у них нет денег, но они все равно как бы остались в Петербурге, там, бомжуют, такого плана. Ну, то есть... Ну, это самое тяжелое. Тяжелое, но сейчас мы это вспоминаем и гордимся этим, как бы, что мы прошли через эти сложности. Одно из самых ярких впечатлений о юности в памяти Жени Плющенко оставила вот эта огромная коммунальная квартира на Петроградской стороне. Комнату в этой коммуналке Женя снимал в середине 90-х годов. Здравствуйте. Телефон. Телефон, да? Телефон. Работает нормально. В этой коммунальной квартире Женя жил вместе с матерью. Но когда мама уезжала в Волгоград к мужу и к дочери, Женя здесь подолгу оставался один. Милиция каждый день вообще. Были пьянки, гулянки, драки. У нас, я помню, такая комната была. Ну, не знаю, пять метров, может, даже меньше. Это даже не так сложно. Ну, знаю, что очень узкая и очень маленькая. Туда помещалась, я помню, раскладушка и маленький диванчик. Стол стоял и стул. Все, больше там ничего не было. А, и шкаф. Вот, небольшой шкафчик. Это мы там жили с мамой. У нас такая фанера была, которая закрытая, межкомнатами стояла. И вот там драки постоянные. Бам, бам, там. И милиция приезжает с автоматами, забирают их всех. Это, конечно, ужасно было. Впечатления о коммунальной квартире остались романтичными. Прошло 10 лет. Сегодня Евгений Плющенко может позволить себе жить в других условиях. Впечатление о коммунальной квартире. Впечатление о коммунальной квартире. В ноябре 95-го года Евгений Плющенко едет на первые в своей жизни крупные соревнования на юниорский чемпионат мира. И едет он не куда-нибудь, а в Австралию. Плющенко только-только исполнилось 13 лет. Он самый юный среди всех участников. Но выступает, тем не менее, прилично. Он занимает в итоге шестое место. Мне суточных дали 300 долларов тогда. Которых я купил. Кроссовки, костюмы, маме подарки, папе подарки, магнитофончик. У меня до сих пор он есть. То есть я был в шоке вообще. Я был в шоке от чистоты, когда люди драют улицы с шампунем. Поэтому я был вообще в шоке. И мог, конечно, выступить лучше. Но в 14 лет я приехал и выиграл этот чемпионат мира. И по-моему, да, я был самый молодой. Вот. Но я разорвал их где-то. Но я не знаю, он там не найдет WOODRUFF на��. И тут еще и у меня И я, как разорвал себя, плотна заходу. И тут же высçuся. И через Op. И у меня это было почти я знаю, я помню. У меня downtime там тоже. И здесь просто Я поспиталima этом есть отсыпом. Но я не aspirations, abrasавше. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Фигурное катание меня поставило на ноги и изменило как человека. 2004 год. Съемки на даче у Алексея Николаевича Мишина. Евгений Плющенко часто приезжает к своему тренеру. Конечно. Какой-то. Так, а что же делать? Когда я приехал в 11 лет, он заменил мне отца, да, но, естественно, у меня есть родной отец, которого я очень люблю, но я люблю Элису Николаевичу Мишину, тоже как отца, как второго отца, вот, как друга, на сегодняшний день он у меня друг номер один, с кем я сюда советуюсь, с кем я делюсь, который мне помогает и в спорте, и по жизни, и, то есть, я только могу о нем сказать только доброе, то есть, мы очень редко ругаемся, но ругаемся именно на льду, когда у меня что-то не получается, я начинаю злиться на самого себя, и тут он подходит и говорит, Женя, ну давай сделаем другое, и начинаю я кипеть, и говорю, что нет, нет, это невозможно, я должен сделать это, или другое там, вот, Но только ругаемся именно в спорте, именно на льду Болерот, не знаю, влезу я в Болерот, не влезу я в Болерот, не влезу Нет, Болерот у меня другой залаз, я уже вчера встречался, будет очень интересно и начало Несколько человек в костюмах, и Болерот там же уже уходит, потом все это накрывается этим экраном, и ты выходишь, все это, люди уезжают, и ты остаешься, ты неожиданно появляешься из-под экрана Среднеазиатская овчарка Ева это подарок тренеру от ученика В 2001 году Еву, тогда еще маленького щеночка, Женя преподнес Алексею Николаевичу на юбилей Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня Евгений Плющенко мировая знаменитость Ему пишут письма, на которых даже нет адреса, просто Россия, Петербург, Евгению Плющенко И эти письма до него доходят Его жизнь расписана по часам, он в центре внимания и в Питере, и в любом другом городе, куда бы он ни приехал, его обязательно приглашают на телевидение Сегодня Евгений Плющенко вполне обеспеченный молодой человек Он может позволить себе одеваться в хороших магазинах, ездить на хорошем автомобиле, но никогда не забывает, с чего он начинал И никогда не забывает самых близких людей, которым он в своей жизни очень многим обязан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда мне было, не знаю, 5 лет, 6 лет, у нас был Жигули, третьей модели Но когда мы стояли на светофоре, и у нас въехал огромнейший автобус И мы эту машину продали И после этого не было в нашей семье машины Но когда мне исполнилось 15 лет, я заработал свои первые деньги Ну, такие довольно нормальные деньги И я на эти деньги купил папе автомобиль Какой? 99-й модель Жигули Жигули, да, 99-й модели, зеленого цвета, темно-зеленого цвета Человек, который начинал очень скромно свой жизненный путь После того, как он превратился, так сказать, в спортсмена высокого класса Соответствующими, не знаю, с ростом материального благополучия Его первые мысли были направлены на то, чтобы сделать приятной маме Чувство благодарности семье, забота о сестре, о племяннице, обо мне И вот я думаю, что вот это вот чувство человеческой благодарности Оно весьма не характерно для звезд первой величины Шварценеггер Про девчонок, ну что я могу сказать Огромное спасибо им, вот что я могу сказать И без них бы я не был никем Потому что они меня узнают, они любят Они приходят, поддерживают меня Потому что с публикой, с фанатами, с девчонками я катаюсь лучше Мои родители вообще говорят, что пока еще рано По крайней мере я про себя скажу, да 21 год это рано жениться для мужчин Потому что он еще должен, во-первых, погулять Должен пожить такой своей жизнью, можно так сказать Но я думаю, что 27-30 лет Сначала раз Отсюда пошел Евгений Плющенко Многократный чемпион России Многократный победитель мировой серии Гран-при Трехкратный чемпион Европы Трехкратный чемпион мира Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Только одна единственная вершина, Олимпийская золотая медаль Пока что ему не покорилась Пока что не покорилась И вот здесь она лучше пойдет Чувствуете, да? И сегодня в расписании Евгения Плющенко Каждый день и обязательно Две тренировки ОФП, хореография, лед Мировая звезда Евгений Плющенко Каждый день пашет не меньше, чем раньше А может быть даже и больше Потому что очень трудно из года в год Быть самым-самым лучшим Ночь и тишина Данная навек Дождь, а может быть, падает снег Все равно бесконечно надеждой согрет Я вдали вижу город, которого нет Где легко найти страннику приют Где наверняка комнат и льжут День за ним То теряя, то путая след Я иду в этот город, которого нет Там для меня горит очаг Как вечный знак Забытых истин Это его последний шаг И этот шаг Длиннее жизни Кто ответил мне, что сужбой давно Пусть об этом знать не суждено Может быть, за порогом растрачен Я иду в этот город, которого нет Но для меня горит очаг Как вечный знак Забытых истин Мне до него последний шаг И этот шаг И этот шаг Длиннее жизни Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok День за ним Субтитры сделал DimaTorzok День за ним Субтитры сделал DimaTorzok День за ним